Добрый день! Сегодня будем комментировать дизайн. У меня есть такой вот сопроводительный текст. Здравствуйте! Отправляю интерьер предполагаемый и неутвержденный мной первого этажа, где гостиная и кухня-столовая, 50 метров примерно, может быть, чуть больше. Изначально хотел отгородить кухню, дабы в гостиную не шли лишние запахи и грязь, но меня отговорили, чтобы пространство было цельным. В принципе, поддерживаю нормальную историю. И, мол, малая площадь для отгораживания. Шар и люстры было моё предположение. Также, я думаю, о изумрудном диване, хотя могу и пересмотреть. Всё, стиль по дому у него классика, спокойные цвета, сдержанность. Люблю, когда светло. Я прикупил ещё две спальни моих девочек, 8,15, интерьер не утверждён, тоже, как и цвета в них. Старшая хочет бежевый цвет, бирюзой и так далее, Тиффани, всё остальное. Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь получается. Сразу скажу, что тут по-разному можно строить и понимать работу. Я сейчас буду... Наверняка здесь часть роли хозяйки была применена, часть дизайнерской истории, какая-то заслуга. Я сейчас буду просто смотреть и говорить с точки зрения, не знаю каких-то деталей, что тут применимо, что нет. Давайте смотреть. Вообще, лучше, конечно, начинать с планировки. Планировки пока я тут не вижу, буду сейчас архитектурные детали комментировать. Вот это вот как будто такая какая-то полуколонна или что это, да, идёт. Дальше идут карнизы и идёт сверху какая-то балка. Вот эта балка, она к чему? Пока непонятно. Либо она сделана специально, либо она там ведёт вентиляцию, либо ещё что-то. Я бы в любом случае постарался её разместить на вот эту полуколонну. Иначе, получается, она в половине висит и как будто в воздухе. Так просто конструктивно некрасиво, потому что так не делается. Обычно как раз-таки архитектурная конструкция выглядит так. То есть есть колонна, балочная система. Есть колонны, есть балки. Они должны быть одна на другой. Поэтому первое, на что бы я обратил внимание, это вот именно на вот эту конструкцию. Либо потолок вообще убрать, либо переместить, либо сместить. То есть откуда вот это всё идёт, тут надо разбираться и смотреть. Но вот этот узел точно надо что-то делать. Дальше по стилю. Каких-то проблем я вообще не вижу. Ну вот единственное, что, допустим, диван, он тут прилип слишком сильно к стене. Ну как бы непонятно, да. Вот это вот какая-то классическая получается полу-лепнина. При этом нигде её больше в других местах нет. Диван лучше всего отодвинуть от стены. Далее, если ковёр делается, ну лучше, чтобы он был там чуть больше с диваном, да. То есть чтобы ни в коем случае вот эта вся композиция, чтобы не была она прилеплена к стене. Лучше, чтобы было какое-то расстояние, чтобы было размещено как-то нормально. Дальше вид. Вот мы смотрим сейчас с высоты метр сто, наверное. Не надо так делать. Ставьте 1600. Это стандартный вид. 1500 давайте возьмём. Вот 1500 миллиметров. Таким образом мы будем смотреть точно выше. Вот это непонятно. Либо эта штука очень барная стойка у вас действительно выше, чем нужно. Там на уровне 1400. И тоже это полезное бестолковое занятие. Потому что, ну либо здесь вот явно, что вот эти стулья, ты если сюда сядешь, то ты будешь вот так вот только добираться, как обезьянка, вот сюда. То есть это точно непонятные вещи. Ну тут много всяких разных проблем, да. Начиная с вот этого белая, да. Тут идёт белый ещё шкаф. Шкаф почему-то встроен классический, туда как-то внутрь встроен. Если вы делаете вот такую историю, то лучше уж тогда встроить шкаф целиком. Может быть тогда и сюда продлить. Ну то есть непонятно, зачем-то шкаф какой-то готовый, причём сбоку у него есть ещё, если посмотреть, стёкла, и вы вот туда вот внутрь. Зачем вообще не ясно? Какая-то странная тема. Также вот лампочки встроены в потолок. О чём это говорит? О том, что потолок ещё опустили на 10 сантиметров. Тоже зачем это делать? Непонятно абсолютно. При том, что у вас как бы опущено вот здесь на 10 минимум сантиметров, скорее всего, да. И ещё опущено. То есть зачем вот здесь в двух местах опускать? Это абсолютно не ясно. Если уж делаете лампочки, то где-то, где у вас, например, вот это вот, что это за балка, она встроена, не встроена, можно её как раз было чуть-чуть добавить, да, если нужно потолок. Либо, ну, расшить потолок и там встроить. То есть нет смысла никакого опускать потолок, туда встраивать светильники и потом ещё добавлять. Если это накладные просто светильники, ну, да, это может быть, но тоже вопрос, как вы там будете сверлить, вот это штробить, тоже непонятно. Обычно, как бы, потолок сверлить, штробить, там, как бы, не всегда дадут. Ну, и не всегда это получится. Хорошо сделать это, как бы, не нужно. Вот эти светильники, они, скорее всего, будут работать на каких-то боковых поверхностях. Ну, дальше что мы можем сказать? Ну, как бы, ну, вот эти вот все решения, это такое, какое-то такое всё полу... В общем, дизайн здесь не очень хороший, почему объяснять, наверное, достаточно долго, то есть надо теорию тут дизайна смотреть, да, почему вот это всё плохо, потому что оно не связано. Вот идёт, никаких наличников нет, идут рисунок номер один какой-то, да, тут совершенно другой рисунок, высота разная, подсветка зачем-то какая-то, ну, то есть, очень всё странно, вот эта вот длинная линия. Всё не собрано, везде разные линии, нет никакого единства, везде перепады, причём перепады маленькие, здесь и там вот ещё где колонна. Надо по-нормальному здесь делать дизайн, я бы переделал, ну, то есть, вообще всё. Что ещё, давайте посмотрим, тут есть, ну, что, обратите внимание, ага, на кухню. Ну, кухня тоже, видите, у вас классика идёт, такая же, как, причём не классика, да, с каким-то современным рисунком, такой же примерно рисунок на дверях, но где наличники на дверях, непонятно, да, отменю сейчас, тоже непонятно, где наличники, почему-то современная вдруг барная стойка возникла, высотой огромной, почему-то современный возник светильник здесь, просто поместили всё, что было, кухня, ну, давайте такую сделаем кухню, и плюс современные какие-то вещи. Холодильник почему-то здесь сбоку, ну, тут ни одного живого места нет, колонна, если уж везде делаете оформление с помощью карниза, то и тут, наверное, надо сделать его как-то вокруг этой колонны. Карниз номер один, карниз номер два, нагромождение потолков, вот это что такое, это открытая какая-то, а ещё и сбоку какая-то косая история. Нет, это всё не подходит, это всё точно не подойдёт. Ну, вот эта вот тема с кондиционерами, любимая история, когда сбоку куда-нибудь разместим кондиционер, это всё ужасно, на плохой трёхзвёздочный отель похоже, а не на современную какую-то, я имею в виду с точки зрения не современного стиля, а вообще так не делают. Вот эти вот, вообще дизайн здесь такой очень-очень вторичный, из 20-летней давности примерно, да, вот эти вот все решения, всё, что мы видим здесь с мебелью и со всем остальным, оно лучше, конечно, делать по-другому. Ну, окей, вкус даже если такой, если хочется примерно так сделать, хотя не очень понимаю, лучше что-то по-другому. Давайте с точки зрения функционала. Вот человек лежит, как он смотрит тут телевизор, что это телевизор, почему он так высоко, откуда его смотреть, тоже непонятно. Кондиционер тут есть, тут ничего нет, симметрия падает, тут же у нас выдаёт низко-качественный дизайн. Окна, окна здесь есть, притом он у вас получается совершенно из другого стиля какие-то, из бали, вот, крышочки, непонятно, а почему классика, тут скорее должны быть какие-то пальмы классические тогда, если уж такое делать. Здесь повеселее, получше, почему? Потому что это детское, ну, такие столы тоже лучше не делать, боковые встроенные, то есть встроенный шкаф, он вылазит здесь получается, тоже не очень хорошо. Идёт, идёт, идёт карниз, втыкается, не попадает, но, может быть, это визуализация. Ну, здесь в целом, как бы, чуть получше, конечно, чем было, но вот если делаете здесь шторы, то делаете и здесь тогда шторы, тогда нужно это отодвигать, как это всё рисуется. Если вы примерно такой стиль делаете, то и у вас никакой возможности нет поработать там вот с этими линиями, то тогда уж пусть они будут эти линии, тогда уж делаете до конца, будьте честными, с этими линиями, да, доделаете их до конца. Сверху тогда сделаете вот так вот, пусть это будет такая как бы как арка, да, такая замкнутая. Доделали, всё, у вас получается, что у вас получается вот этот вот карниз идёт здесь, вот так, отлично. Там у вас внутри своя история, там могут быть какие-то подсветки, то есть внутри будет какая-то жизнь. Также вот у вас окно, во-первых, стол можно к окну сделать, проблем тут, я думаю, не будет. Мы сидим здесь на кресле, на стуле, так, какое оно там у вас, вот такое какое-то, да, сюда сидим, смотрим, колёсики. И работаем. И здесь у вас шторы, например, да, здесь могут быть шторы, но лучше, наверное, не шторы здесь и здесь, а, например, место для хранения. То есть вот здесь вот, я сейчас покажу, вот здесь вот, например, может быть место для хранения, и здесь может быть место для хранения, то есть такая какая-то стройная тема. Вот таким образом у вас будет симметрия. Сейчас симметрии нет, сейчас с одной стороны какой-то полубоковой стол, с другой стороны кресло не кресло а зеркало зеркало тоже можно разместить какое-то другое место штора тут штора тут ну собранности нет тут нет тут house тут нет порядка тут бардак и без понимания ну то есть вообще какого-то классического стиля очень много разных элементов значит элемент номер один вот эта парта элемент номер два так сильно берущий на себя это шторы вот эти вот два элемент номер 3 это вот эти вот почему-то разрозненное здесь нету а здесь есть встроенная тема ну это элемент декора как буки ну диван как бы диван и диван но здесь как бы отдельная такая тема с домиками да здесь такая же система с домиками но в другом исполнении тоже я думаю что слишком много всего лучше как-то приземлить либо вот эту не делать либо там вот это что-то одно например нормально либо чтобы стиле не были такие разные почему-то здесь она в рамках а здесь тоже самое но не в рамках и стиле другие здесь один стиль здесь другой лучше тоже наверное здесь стараться не распыляться так что еще у нас что еще санузел давайте посмотрим что по санузлу по санузлу такая получается плитка да это наверно да керамогранит ну в принципе имеет место быть только то что вот дверь какая-то такая современная вот она скорее всего будет задевать или будет открываться нет есть мы входим и попадаем дергаемся сюда сразу попадаем в умывальник да лучше конечно этого не делать и дверь сама по себе она немножко маленькой смотрится льда пропорции либо мы опять вот смотрите как у вас визуализатор которая работает дайте ему по шапке он не должен ставить уровень метр то есть вот это вот уровень по пояс ставьте уровень 1500 человеческий глаз не надо так делать такие визуализации о кто же лепнина начинается такая с со светильничками то есть потолок значит вы опускаете ну хорошо может быть если опускаете ну да может быть так дальше что дальше свете вообще цвет какой-то тут наверно color balance что надо проработать потому что свет достаточно получается белый да лучше конечно он был желтоватый вот эти светильники они лицо должны освещать в принципе да будут освещать так следующая зона этого же санузла или нет второй санузел но здесь повеселее кстати да тут единственное что визуализация совершенно низкого качества то есть все какое-то белое высветленное но это же высота постановки камеры очень маленькая вот но поэтому тут особо ничего не разглядеть на какие-то здесь что это отражение тоже не ясно в общем если вы такой стиль делаете в общем то кстати вот этот вот этот санузел он более-менее сделал на самые лучшие всех помещений ты более-менее классические вот эти решения по лампочкам на то есть вот это вот более-менее классическая дверь кстати почему у вас двери везде разные там одна дверь тут вторая здесь вот тоже лучше вот это вот она сочетается хотя бы вот эта дверь с этой дверью и вот тут вот я тоже не понял что это такое вот откуда эти конструкции в целом лучше делать подвесные унитазы биде чтобы они были вообще вот эта комната она как ни странно получилось наиболее качественные всех остальных я имею ввиду по дизайну вот и кстати совершенно другой другая тема вдруг квадратники почему-то почему если везде у вас кругленькие так продолжайте следовать той же схеме что и она была у вас других помещениях потому что почему-то у вас тут дверь другая и кругленькие светильники заменены на квадратники вот эта комната по дизайну лучше всего из того что у вас там было все остальное конечно никуда не подходит а вот это да я так понимаю это же помещение еще одно вот ну здесь еще один мы видим картину еще одно тоже лучше так не делать выберите сделайте все-таки пусть унитаз и биде висят лучше что это такое за коврик такой черный почему он черный откуда вдруг вы взялись совершенно другие рисунки если вы используете такие на двери у вас же в прошлом помещении были нормально сделать здесь такие же ну мельтешение вот это все лучше конечно удалить ну такой вот зеркало да какое-то такое тоже достаточно странно я бы его не стоял никогда не знаю возможно имеет смысл полностью вот это все зеркалом сделать будет гораздо лучше можно здесь бортик оставить чем вот такое что-то вешать но если хочется да но тогда оно должно быть не все зеркальное она такой дешевая сейчас пусть будет тогда вот это зеркальное а даже лучше наверно не так вот у вас же пропорции вытянуты вот так пусть она вот так будет почему вы не сделаете и здесь повесите вот у вас один светильник висит здесь второй светильник и вот у вас будет даже если богатый зеркал пусть она вот так смотрится так же лучше гораздо хорошо в целом дизайн правильно что не согласовывайте я бы отдал доработку дизайнером полностью и попросил бы все доработать совсем плохо гостиная с кухни очень плохо ну комната дочери вот это вот доработать надо вот эту комнату ну санузлы привести к единому какому-то стилю я буду этот взял за основу привел к единому стилю вас везде разные плитки разные материалы лучше все чтобы было одинаково тогда она будет все читаться но вот примерно такие рекомендации так что еще могу сказать появился снова присылайте свои работы если у кого-то есть вопросы постараюсь посоветовать порекомендовать естественно дизайн полностью за вас я не сделаю но могу сказать что плохо и в силу возможности объясню почему плохо естественно формат такого видео не позволяет дать вам полностью теорию дизайна объяснить полностью какие-то вещи но вот что могу сейчас показываю и рассказываю передать своему дизайнеру либо попробуйте нанять другого сделать самостоятельно нормально чтобы у вас было все красиво симпатично и не было такой разрозненности сейчас ощущение что вот в данном проекте взяли 5 разных дизайнеров примерно попросили по референсам сделать причем референсом каких-то 20 летней давности и вот что-то накидали сейчас уже так не делают даже сости стиль вам такой нравится нужно делать нормальную адаптацию с возможностью каких-то изменений применения современных я имею ввиду современных с точки зрения стиля материалов а не то что если вам нравится классика что это делать не надо. Это делать можно, но это нужно делать осознанно и с любовью к делам, а не с накидыванием того, что было в 3D-моделях, ради того, чтобы просто что-то как-то сделать на визуализации. Я рекомендую вам взять не визуализатор, а все-таки дизайнер, и с дизайнером нормально поработать.